Больше половины гагры мужского пола погибло. Мирное население. Вот именно мирное население. Другое дело, если воин с воином воюет. Но когда ты идешь в дом и ищешь человека грузинской национальности, для того, чтобы его убить, это же ужас. 11 человек моих соседей убили, которые просто услышали выстрелы, они вышли, чтобы посмотреть, что случилось. Их там же убили. Убили нет, голову отрубили, отрезали, так похоронили мы. Я живу в леселиде, в село Цалкоты. У меня остались трое дети. Мы прямо в доме застрелили его. Дом сгорел. Ничего у нас не осталось. У нас там жить нельзя было. Они выгоняли нас и вот как нас здесь находимся, вот ничего не имеем. Ничего, ни дом, ни одежды, ни деньги, ничего у нас нет. Ни одного грузинского дома нет. Все сожгли. Грузинам здесь не жить, сказали. Я выходила, он мне паспорт дал, сказал, что все, запомни, говорит, у тебя назад дороги нет. А я их лечила всех. Мир еще не понял, что такие типы, как Ардзимба, уничтожают и свою нацию, и уничтожают и большую нацию. Сегодня с нами воюют наемники. Это русские. Весь Северный Кавказ воюет с нами. Политики не должны играть. Политики должны видеть, что творится с народом. Участвуют чеченые казаки, русские помогают, техники и во всем. Можете выйти на море, посмотреть, там военный катер стоит, контролирует нас. Если мы что-нибудь предпримем, они нас будут бомбить. Когда-нибудь видели, грузины не воевали в Россию. Никогда. А почему мешается здесь Россия? Все, хоть один человек остается, всегда будет защищать свою родину. Я, например, до смерти буду бороться. Чтобы выжить, чтобы не оказаться среди расстрелянных, заживо похороненных, замученных и истерзанных, более 50 тысяч жителей грузинской национальности покидают родной очаг и спасаются.